В России конкурс The Quarry Life Award вызвал большой интерес со стороны научной общественности. Свои проекты по поддержанию биоразнообразия и экологии в сфере горных работ представили преподаватели, студенты и аспиранты десяти вузов, расположенных вблизи карьеров Хайдельберг-Цемент. Когда мы услышали о том, что начинает работу этот конкурс, мы с удовольствием решили принять участие, потому что такая работа новая для нас, и такие проекты очень редки для России, и это действительно очень интересно. Экологические вопросы были поставлены не в хвосте, не в середине, а в самом начале. И должен заметить, что прилив энергии сразу же почувствовал не только я, не только преподаватель из нашей кафедры, но и студенты, многие студенты. Конкурс Хайдельберг-Цемент поддержали партнеры компании, представители подразделений Министерства природных ресурсов России, муниципалитетов и регионов, на территории которых располагаются карьеры участники программы. Можно испортить территорию разработками, а можно создать ландшафт очень благоприятный и для отдыха, и для различного рода туризма. Надо этим заниматься, и, конечно же, проект очень современный, очень актуальный, и нужно продвигать его, и мы будем все целы этому содействовать. На начальном этапе состязания все, кто заинтересовался конкурсом, смогли побывать на предприятиях Хайдельберг-Цемент. Они увидели всю технологическую цепочку производства цемента на современных заводах, оснащенных новейшим оборудованием, а также как идут горные работы в действующих карьерах, узнали об истории разработки месторождений и планах их рекультивации. На специально организованных экскурсиях побывали десятки преподавателей и студентов. Не ожидал, что настолько масштабный будет этот карьер. Я представлял себе гораздо все меньше. Очень удивлен работой, которая проводится в этом карьере. Столько задействованы и техники, и людей, столько исследований проводится. Я очень рад, что мне представилась возможность участвовать в этой программе, в Quarry Life Award, и можно этим гордиться, я считаю. На конкурс The Quarry Life Award было подано 50 заявок российских участников. После их оценки национальное жюри выбрало пять лучших проектов, и их авторы получили возможность в течение нескольких месяцев вести полевые работы на карьерах Хайдельберг-Цемент в России, применительно к которым они разрабатывали свои конкурсные идеи. Я надеюсь, что наш проект в России будет самый лучший проект в Хайдельберг-Цементе. Потому что мы работаем в России сейчас больше, чем 10 лет. И сейчас будет наша задача показывать в России, что карьеру тоже после разработки можно пользоваться для природы, для жителей. В карьере Воронежского рудоуправления «Белый колодец» по теме развития биоразнообразия при восстановлении карьера работали представители Воронежского государственного университета во главе с преподавателем кафедры зоологии и паразитологии Ирины Будаевой. Они изучали пробы почвы в точках разного возраста рекультивации от 1 года до 20 лет. Цель нашей работы – это изучение мезо- и макрофауны почв, различных зон рекультивации, карьера «Белый колодец». Мы берем в различных точках карьера пробы почвы и затем проводим их лабораторный анализ. Изучаем гранулометрический состав, влажность почвы, изымаем почвенных обитателей и определяем различные параметры – видовой состав, биомассу, численность и так далее. Наша работа имеет как практическое значение, так и научное значение. Практическое значение состоит в том, что мы можем дать рекомендации по способам, методам рекультивации и возвращению земель в сельскохозяйственный оборот, созданию зон отдыха, рекреационных зон и восстановлению лесных насаждений. Во время экспедиции исследователям удается делать маленькие научные открытия. Например, Евгений Аксененко обнаружил несколько экземпляров «Двукрылые мухи». Это насекомое раньше в Центральном Черноземье и вообще в России не встречалось. Кстати, ученые отмечают, что возникновение в карьерах новых сред обитания, которые привлекают новые виды насекомых и птиц – не редкость. Например, на склоне действующего карьера Латнинского месторождения поселились береговые ласточки. Для них эта среда оказалась идеальной. Есть, может быть, отчасти предупреждение, что любая деятельность человека негативно сказывается. Однако также известно, что есть виды, которым эта деятельность человека оказывается в пользу только. То есть они более успешно приспосабливаются. Среда изменяется таким образом, что она оказывается для них более подходящей, чем была. Поэтому это очень важно понять, изучить, сделать какие-то выводы. В карьере Печорки свои исследования по разнообразию почв и биоразнообразию вели преподаватели и студенты Санкт-Петербургского государственного университета. Цель их проекта – разработать простые и достоверные показатели оценки качества экосистемы по окончании разработки карьера для научного анализа рекультивации и совершенствования управления горными работами. Студенты приезжают, изучают почву. Рекультивация у нас идет уже давно, начиная с 70-х годов. То есть они изучают, какие процессы идут восстановительные. То есть они изучают те почвы, которые сейчас были восстановлены, и те, которые раньше. И как идет этот процесс. Для того, чтобы потом сделать оценку и дать какие-то рекомендации для того, чтобы этот процесс был наиболее оптимален и прогрессивен. Мы здесь стоим перед красивым озером, чтобы показать пример того, как в ближайшее время, в ближайшие годы будет выглядеть весь бывший карьер. Это мы покажем в рамках нашего соревнования внутри хайдбэкцементгрупы Quarry Life Award, в котором мы участвуем. Мы сейчас уже находимся на стадии интенсивной разработки и осуществления нашего проекта по рекультивации всей территории. Поэтому тем более интересно для нас участие в соревновании. Наши исследования идут в том направлении, как это лучше всего сделать, каким образом нам удастся здесь очень красивое место, зону отдыха создать для города Сландзе. Карьер Гурова сотрудничает с двумя вузами Тулы. На горностроительном факультете Тульского государственного университета под руководством профессора кафедры аэрологии, охраны труда и окружающей среды Аркадия Симанкина разработали проект «Изумрудная чаша». Появилась идея сочетать некоторые задачи рекреации, то есть культурного отдыха, биологического разнообразия и в то же время изучение, скажем, природной среды, включая и геологию, геологическую среду. Ведь очень красивый карьер, если мы посмотрим, мы увидим красивые залежи ровные, залежи известняка, сочетание цветов от белого до темно-серого известняков, вскрышные породы, они относительно небольшие, но тут тоже мы видим яркое сочетание желтых, коричневых глин, черных глин, вишневых, вишневой окраски. На горно-строительном факультете существует ряда научно-исследовательских, научно-образовательных центров. Тульский государственный университет планирует получить статус научно-исследовательского университета, поэтому подобные работы и подобные площадки, которые мы видим на уникальном гуровском карьере, нам очень важны. Я думаю, работа, которая началась благодаря поддержке Хальдерберг-Цемента, получит свое разумное и качественное продолжение. Цель проекта профессора, заведующей кафедрой биологии и экологии Тульского педоуниверситета Анны Коротковой, изучение биоразнообразия беспозволочных животных на территории карьера и рекультивируемых землях, выявление степени и скорости естественного лесовозобновления или сукцессии для дальнейшего планирования процессов рекультивации. Эта конструкция называется оконная ловушка. Тосиком они ударяются и падают в раствор формалина. Вот берешь сачок и вот так вот их вылавливаешь. Чему я и выдала. А ты пинцетиком вот можешь снять. К настоящему времени проведено также определение основных видов, отловленных за сезон. По предварительным подсчетам мы сейчас выявили около 100-120 видов. Пятый российский проект направлен на исследование туристического и образовательного потенциала карьера Шахтау при сохранении современного биоразнообразия и следов вымерших видов. Эта тема заинтересовала профессора кафедры географии и географического образования Башкирского государственного педагогического университета Альберта Шакирова. Всемирно известные шиханы близ города Стерлитамак ископаемые коралловые рифы пермского периода, формирование которых началось 280 миллионов лет назад. Подобные рифы есть только у берегов Австралии, но они скрыты водой, а здесь палеонтологический мир вполне доступен. Мы вот нашли с вами, посмотрите, это швагерины фузулиниды, как рисовые зерна на темном фоне, они очень хорошо видны. Это тоже были живые организмы. Интересные находки хранятся в музее Шахтау, он постоянно пополняется удивительными экземплярами. Так что попасть сюда и увидеть все собственными глазами стремятся ученые из разных стран. Ребята, посмотрите, какие разнообразия мешанок. Мы с вами видим морских милий, морских кижей. Даже, ребята, посмотрите, сохранился ствол даже. Это прикрепленное к одному растению. Башкирские ученые в своем проекте предлагают провести частичную рекультивацию карьера Шахтау и также организовать здесь уникальную образовательную площадку, перенести музей на территорию самого карьера, проложить туристические тропы, отвезти участки для изучения вскрытого известняка и современных растений и животных, обитающих на шаханах. Основная цель нашего проекта сохранит именно Шахтау, в каком состоянии находится он на сегодняшний день. Это очень важно. Это очень важно с точки зрения географа, с тем, что здесь техногенно-антропогенный ландшафт. Мы сохраним и покажем нашим студентам и учащимся нашей республике, не только нашей республике, соседних регионов, как была освоена сама себя Шахтау. Здесь мы можем изучать восстановление ландшафтов. Нужно оставить островки, склоны нетронутые для ботаников, для зоологов, потому что на склонах растут растения, занесенные в Красную книгу, насекомые сохранились, животные, которые занесены в Красную книгу. Вообще они являются эндемичными, потому что больше нигде они не встречаются. Например, астрогельма, василек сибирский, аносма, горноколосник шитовидный и многие другие растения. Ну и, конечно, бескрылый кузнечик дыбка, птицу удот и многие лишайники, которые встречаются только на известняках. Я бы очень хотела, чтобы наш проект реализовался, и в дальнейшем мы готовы проводить экскурсии со школьниками, со студентами, с преподавателями. Как отметили все участники конкурса, на всех карьерах и заводах «Хайдельбергцемент» они получили всю необходимую помощь от местных команд поддержки программ «The Quarry Life Award». Руководители предприятия, геологи Марк Шейдеры предоставили конкурсантам все необходимые документы, позаботились о соблюдении техники безопасности в местах разработок, познакомились с планами разработок и рекультивации, предоставили транспорт. Они подчеркивают охрану окружающей среды и сохранение биоразнообразия – приоритетное направление работы компании. Это очень важная тема для нас, поскольку научных исследований за мою бытность работы в родоуправлении, это порядка 15 лет, не проводилось, и их не было и раньше, вот таких экологических исследований. Поэтому у нас есть возможность на основании этих исследований провести корректировку своих проектов и технических условий по рекультивации, что мы надеемся выполнить. «Мы – социальная и экологически ответственная компания, мы думаем о том, что останется после выработки на карьере. Идеи, которые этим проектом подтянутся, которые будут приняты, позволят выбрать наиболее интересные, позволят выбрать наиболее эффективные способы решения задачи полного восстановления или улучшения старых каких-то экологических комплексов, экологических систем». В Хайдельберг-Цемент России уверены, научно-исследовательские проекты, реализуемые в рамках программы «The Quarry Life Award», помогут повысить степень сознания биологической ценности участков горных работ и тем самым будут способствовать дальнейшей защите и поддержке биоразнообразия в местах разработок месторождений полезных ископаемых и прилегающих к ним территорий. Ведь результаты исследований большинства из представленных на конкурс проектов можно применять и на других карьерах в разных частях света, а значит, сохранить средообитание с уникальными условиями существования флоры и фауны в карьерах по всему миру.